Всем привет! Это интервью на канале Севельнет. В студии работает Аршал Семегдесян. Мой гость, военный аналитик Леонид Нерсисян. Добрый день. Добрый день, Аршал. Приветствую вас, господин Нерсисян. Рад, что приняли наше приглашение. Смотрите, с момента окончания Второй Карабахской войны, можно сказать, уже прошло больше полтора года, и мы все в Армении, и не только в Армении, в регионе тоже пытаются по ним понять, что произошло, почему все-таки такой проигрыш в Армении Карабаха случился. Вам, как военного аналитика, это все до конца сейчас понятно, почему все это произошло. И представьте нам, пожалуйста, основные уроки Второй Карабахской войны, по вашему мнению. Ну, это очень обширный, конечно, такой взгляд на проблему, но я не могу сказать, что мне понятно все. Я могу сказать, какие там несколько основных таких судьбоносных ошибок были. Я не понимаю, почему они произошли, честно говоря, но мне понятны сами ошибки. Первое, это, конечно, очень низкий уровень фортификационных работ на юге, как оказалось, именно там, где, собственно, и произошел прорыв. Хотя, допустим, в бывшем Агдамском районе была нормальная, достаточно глубоко эшелонированная была оборона. Точно такая же равнина была в бывшем Джибраильском районе, в Джиракане. И, собственно, я не понимаю, почему там на момент конца войны, в 1994 году, там было больше фортификационных действующих структур, чем в 2020 году. Это первая причина. Вторая причина, довольно, ну, проваленная мобилизация, прямо скажем, которая должна была, в принципе, вообще начаться за 2-3 недели до войны, хотя бы, потому что уже были признаки достаточно явные, что угрожаемый период, хотя бы тысяч 5-10 человек уже должны были бы быть заранее мобилизованы и начать тренировку. Третья, третья, это достаточно некорректные закупки вооружения и военной техники, то есть неоптимальным образом тратились деньги. Не всегда нужно было покупать то, что покупали, можно было эти деньги потратить намного более эффективно. Четвертое, это неприведение войск в полную боевую готовность во многих участках, и в том числе в самом Арцахе. Насколько я могу понять, теперь уже, вот, пообщавшись с многими участниками войны, вот, многие подразделения, по крайней мере, в том числе ПВО Арцахское, в полную боевую готовность приведено не было, и, соответственно, находилось на постоянных местах дислокации, где до 70-80% средств ПВО были уничтожены в первый день войны, собственно, в первые 1-2 дня войны. Есть еще много других ошибок, но это вот несколько таких, такой уровень, что если бы одной-двух из них не было бы, например, все могло бы пойти по-другому. Ну и пятый, вот, можно еще добавить, это близко к теме с мобилизацией и полной боевой готовностью, группировка в Арцахе не была наращена до начала войны, то есть можно было заводить туда подразделения вооруженных сил Армении еще заранее, то есть нарастить группировку до 35-40 тысяч, например, а войну встретили 20 тысяч, неусловно. Понятно, спасибо. Вот второй вопрос касается того, вот в своей статье, опубликованной в книжке ЦАСТ «Буря на Кавказе», вы касательно вот проигрыша Армении во Второй Карабахской войне, вы уделяете большое значение и внимание ударным дронам. Их фактор вообще в Карабахской войне так и назвали, по-моему, да, свою статью касательно вот этих дронов, что все было предрешено, так скажем, в воздухе, и на земле случилось поражение из-за этого. То есть у Азербайджана получилось полное доминирование в воздухе. Вот давайте сравним войну 2020 года и военные действия на территории Украины, Украина, когда Украина тоже применяет достаточно большое количество ударных дронов, те же Байрактары и так далее. Вот если, когда вы сравниваете вот эти войны, да, военные действия, нет ли ощущения, что все-таки фактор дронов несколько было преувеличено во время Второй Карабахской войны? То, что мы выйдем на территорию Украины, мне сказал бы, или многие другие военные аналитики говорят, тоже об этом говорят, что, ну, все-таки фактор дронов там не является решающим. И российские естества ПВО достаточно эффективно работают в этом плане. Или это не так? Смотрите, в нашей статье с уважаемым коллегой Марком Козалетом мы написали, что, в принципе, действительно преувеличивают роль дронов. Она была высокой, но просто нужно понимать, что это так получилось не потому, что Байрактар — это вундерваффе, там, вот это вот великое какое-то оружие, а просто потому, что, во-первых, у Армении не было аналогичных систем вообще, то есть, и вообще, в принципе, с дронами, даже обычными разведывательными дела обстояли не очень хорошо. То есть, там, количество, количество операторов в вооруженных силах и все остальное. И при этом и средств ПВО современных тоже не хватало одновременно с этим. То есть, я, к примеру, те четыре установки ТОР-М2, которые были задействованы, они достаточно хорошо справлялись. Просто их очень мало было, они отстреляли весь свой боезапас и, в конце концов, их тоже подавили. Но еще нужно учитывать, если сравнивать эту историю с Украиной сейчас, то азербайджанские войска с помощью турецких офицеров, они использовали свои воздушные средства более эффективно, они использовали их как сеть огромную. То есть, это был не только Байрактар, это был Байрактар плюс Гермес-900, плюс, не знаю, Аэростар, Орбитеры и все остальные маленькие дроны, которые там... Байрактар, которые в том числе действовали на территории Турции. Ну да, да, и, собственно, и все эти барражирующие боеприпасы, и все это отлично взаимодействовало с артиллерией, в отличие от армянских вооруженных сил. Соответственно, это немножко другой уровень применения этих средств, плюс театр военных действий был намного меньше, протяженность фронта маленькая, при этом количество аппаратов летательных огромное, у Украины столько нет. Байрактаров больше, но вот если суммарно взять, там у Азербайджана было больше воздушных средств. Пропорционально, если взять, да. Соответственно, если мы берем конфликт на Украине, мы действительно видим более объективную картинку, то, что Байрактар можно спокойно сбивать, если у тебя есть хорошие средства ПВО в достаточном количестве. Но при этом мы также видим, что у Украины, допустим, взаимодействие между артиллерией и разведывательными дронами налажено лучше. Они стреляют мало, но они больше попадают, чем российские войска, например. Российские войска там стреляют в 10 раз больше снарядов в день, допустим. Могут себе это позволить, но в основном это никуда не попадает. Они количеством берут, получается, что... Но в этом смысле Украина просто... Это как дождь идет. Да, да, да. Что касается Украины, то есть наличие хороших разведывательных дронов, и в том числе Байрактара, который они теперь больше применяют как наводчик издали, стараясь не очень сильно заходить на территорию противника, потому что... Сумно поражение было. Оно тоже имеет свой эффект. Просто это все теперь выглядит более близко к тому, как это... То есть, в Украине мы видим на самом деле реальную картину того, что могут Байрактары при достаточно эффективной работе ПВО. Да, примерно так, да, можно сказать. Ясно. Сейчас в армянской армии происходят реформы. По крайней мере, об этом заявляют армянские власти. Вы, наверное, знакомы с некоторыми заявлениями по этому поводу. Окончательную концепцию там или готовую концепцию пока не опубликовали. Даже ту часть, которую можно опубликовать для общества, этого тоже нет. Но все-таки говорят о том, что нужно перейти к профессиональной армии, разделить пограничные войска от основных войск и сократить количество войск, и еще сократить даже время службы, то есть срок службы от действующих двух лет до полтора года. Вот с учетом проблемы Армении с безопасностью, с учетом региональной конъюнктуры в этом плане, безопасности, с учетом тех угроз и вызовов, которые существуют, насколько ли верна этот подход, этот метод строительства армии, исключительно профессиональной в итоге, где она будет укомплектована лучше, но в меньших размерах и в меньшем количестве? Я про реформу много слышал, именно политических заявлений, но при этом субстантивных вещей, честно скажу, пока много не видел. В принципе, пока что все работает близко к тому, как это было раньше, я так понимаю. Что касается перехода на полностью, переход на профессиональную армию, я думаю, что просто невозможно, учитывая, какие есть вызовы на этот момент, и которые, мне кажется, к сожалению, не исчезнут в ближайшем обозримом каком-то... Даже если какие-то, скажем так, договоренности с соседями о чем-то будут достигнуты, оголиться вот так просто нельзя все равно, это чревато. Соответственно, я за то, чтобы увеличилось количество профессиональных военнослужащих, это правильно, но тут есть и второй момент. Армения была одной из, наверное, очень редких стран, где профессиональные военнослужащие были подготовлены хуже, чем призывники. То есть это такой нонсенс, в принципе. Но во время войны таких эпизодов было очень и очень много. То есть тут надо не только над количеством поработать, действительно нужно просто полностью переделать систему подготовки. А если, скажем, контрактники были подготовлены хуже, наемники такие, да. Контрактные военнослужащие, это просто удивительно, как бы людям платят деньги, но их подготовкой нормально не занимались. Но вот если это поменять и нарастить их количество, долю в вооруженных силах, это правильное решение. За счет этого можно, в принципе, численность больше иметь. Что касается призывников, то, наверное, срок службы сократить можно, но тогда нужно действительно тоже уровень интенсивности подготовки изменить, чтобы эти люди всегда были заняты именно нужным делом каким-то, не растрачивали время попусту. Сегодня индийские издания написали о том, что Армения заинтересовалась индийскими дронами. Наверное, вы читали эту новость. Вот насколько вообще, ну, конечно, после Второй Карабахской войны все говорили о том, что нужно закупаться дронами, нужно иметь ударные беспилотники, вообще разведывательные беспилотники. Вот с учетом того, что это тот вид, вид вооружения, высокотехнологичный вид, технологический вид, да, который есть не у всех стран, у которых могут быть даже тяжелые вооружения, в том числе у России. Вот таких дронов нет. Вот насколько верна в этом плане решение, выбор Армении, приобрести дроны у Индии? У Индии есть такие вот хорошие, качественные дроны Индии. Насколько развита эта отрасль в Индии? С Индией Армения, в принципе, еще до войны начала работать. Там была большая сделка с радиолокаторами, и был интерес даже к артиллерийским, ракетным артиллерийским системам. Я думаю, что выбор Индии сейчас связан в первую очередь с тем, что просто очень мало рынков, которые доступны для Армении сейчас, по понятным причинам. То есть война на Украине. Сразу понятно, что в России, допустим, даже Орлан-10, самые простые дроны российские, очевидно, купить сейчас нельзя. Им нужно. Потому что они расходуются в огромном количестве, падают, и, в общем, они не будут это продавать сейчас. Западная для нас недоступна в основном. Потому что это Израиль, который в основном на Западе, это Израиль и США, основные два игрока. Израиль, понятно, почему недоступен. США тоже, в принципе, на политическом уровне это невозможно сейчас. Невозможно, потому что Армия является частью ОДКБ. И это тоже. И есть другие сдерживающие факторы, я думаю, что геополитического характера. Что, в принципе, для Армении остается, наверное, иранский рынок, возможно, открытый. То есть это вопрос, тоже политически открыт или нет. Но иранский рынок связан с рисками, именно политического и экономического характера. Хотя аппараты они делают довольно неплохие, в большом количестве, проверенные боевыми действиями. Иран и Китай. Китай делает точно неплохие аппараты. Но, опять-таки, в каком состоянии находится политический компонент в этой истории, сложно судить. С Индией и Арменией сейчас действительно хорошие отношения имеются. Они уже продавали Армении вооружение и хотят продавать вооружение. Они игрок новый на рынке вооружения. Я думаю, что с ними можно, в принципе, довольно агрессивно торговаться. Потому что для них это тоже важно, продать то, что они производят кому-то за рубеж. И Армения может быть первым покупателем некоторых систем. Но при этом, если вы работаете с Индией, очень нужно, конечно, контроль качества должен быть очень жестким в этой истории. То есть тут есть риски. Хотя известно, что дроны, они некоторые неплохие делают. И у них, в отличие, допустим, от России, есть доступ к большинству западных компонентов двойного назначения. Последний маленький вопрос. Прошу коротко ответить. В последнее время армянские власти, представители власти, начали больше говорить о том, что сейчас Армения находится в более сложном положении, чем сразу после 9 ноября 2020 года, можно сказать. То есть они в каком-то плане говорят о том, что сейчас вероятность большая или велика новой военной агрессии или военных столкновений с Азербайджаном. Есть ли такая вероятность и почему она возросла, по вашему мнению? Вероятность не пропадала ни на день после 9 ноября. Я думаю, что самый пиковый период был май 2021 года. Я думаю, что на тот момент действительно в одном-двух шагах от войны все находилось. Причем армяно-азербайджанские, а не в Арцахе. Соответственно, я думаю, что тогда, конечно, главную сдерживающую роль Иран сыграл, когда они провели эти огромные приграничные учения с Азербайджаном. Все это сочеталось жесткими прямыми адресными заявлениями. И сейчас, кстати, похожая ситуация произошла два дня назад, по-моему, на встрече с Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. На самом деле в Тигране. Я думаю, что какой-то баланс сейчас все-таки сдержек есть в регионе. И сейчас такая ситуация, наверное, когда, в принципе, из больших игроков эта война никому не нужна. То есть ни Западу, ни России, которые напрямую друг с другом сейчас почти напрямую находятся в... Почему Западу не на Западу? Ну, на второй фронт для России. Вопрос в том, что является ли Азербайджан вторым фронтом для Запада или нет. И есть ли у них ресурсы тоже, чтобы... Они же тоже тратят ресурсы на все. То есть у меня такое ощущение, что сейчас, в принципе, вероятность не нулевая никогда, но она... То, что обязательно через месяц или два начнется война, наверное, нет все-таки. Я пока не вижу... Пока есть какие-то намеченные встречи, переговоры. Вот если это все исчезнет в какой-то момент надолго, тогда действительно рискованно будет. Хорошо. На этой оптимистичной ноте я закончил. Ну, она не оптимистичная, на самом деле. Более или менее. Спасибо вам большое. Это был Леонид Мерсисян. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok